Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня 7 ноября, снег у нас вот так вот всё потихонечку укрывает. Козы у меня гуляют в огороде, и я всё думаю, что же они тут могут ещё скушать. Они кушают, много чего находят, прям удивительно даже. Вот сейчас только что Маська ела капусту, достала из-под снега листья. Потом она мои старые цветочки объедает, там это листья ирисов тоже попробовала. Но она так, сейчас бегом от меня, потому что уходит, думает, что я её загоню. Маська, я тебя не загоню, ты гуляй. Так, ну я думаю, что всё-таки мою магонию подболистину она не будет, попробовала и не стала. А вот эта ива, которая на третий год у меня растёт здесь, потому что мы её посадили до того, как переехали. Я её до сих пор не могу обрезать, потому что всё думаю, буду черенковать. Но в конце концов она шаровидная, вообще-то должна быть шариком таким небольшим. И на черенке останется, конечно, тут много всего, очень много, видите, тоненьких веточек. Ну а Маська пусть подрежет её, пусть сформирует её. Я думаю, что будет симпатично. Маська, всё не объедай, потому что всё-таки я весной буду черенковать её. Потому что я придумала, как я буду всё это заплетать, как я буду в горшочке сажать, как-то всё будет красиво для людей-покупателей. Вот так вот. Ну и вот этот третий тюк, который не вошёл туда под нам, ну, под тут крышку. Мы его закатили вот пока временно сюда, на новую нашу верандочку. Я им разрешаю тут кушать, потому что... Вот, полезла, ну всё, полезла. Ну, Мась, ну у тебя тут горы, что ли, скалы, Маська. Ну-ка, ты, смотрите, что ты делаешь-то. Я им разрешаю, потому что, чтобы не таскать туда лишний раз в сарай. Маська, я переживаю за тебя. Ну-ка, давай-ка, спускайся. Ну, что делать с ней, а? Смотрите, как высоко. По-е лезу-слезу, сниму я её. Я не могу с неё. Это укрылась. У неё папа трясётся, она боится холода. Моя Роска. Она же у меня полунубийка. Видите, как она, в какое укрытие. Ну, а это скалолазка. Ой, Маська, ты моя Маська. Ну, что ты, товарища? Я сняла её, вот так перевернула. Ну, что-то так опасно, да? Переломают ноги. Масечка моя, ну, что ты туда полезла? Ну, давай, иди я тогда в огород лучше. Вот, листиков поешь. Веточек поешь. Мне вот эту иву не жалко. Она будет красивая. Она прям вот от земли отрастёт шариком. И всё будет хорошо. Да? Маська, кушай. Ты моя ешь, моя хорошая. Аппетита не отпадут. Так она не толстенькая у меня. Не гуляет ещё. Кстати говоря, вот пшеницу прорастила. Прям вот прорастила. Сейчас даже покажу. Хорошо прям выросла трава такая. Она её есть. Казалось, ни зелёную отросшую массу эту есть не стала. Ни само вот зерно набухшее, проросшее. Она есть не стала. Потом я просто ей намочила жменьку такую. Чуть-чуть, сутки постояла. Она чуть-чуть вот проклюнулась. Она тоже это есть не стала. Пшеницу она вообще не ест. Ну, потому что она у меня умная. Она знает, что козам нельзя пшеницу кушать. Поэтому она её даже, вот представляете, это же кабачки там были накрошены. Она даже кабачки не стала есть, пока я не перебрала всю пшеницу, не отдала курам. А в кабачки не насыпала овёс. Вот так вот она у меня такая умная. Вот видите, вот такая пшеница. Она есть не стала ни зелёную, ни там, вот смотрите, вот так это не стала есть. Видите, я её отрезала. Вот это странно. Вот отрезала ей, она есть не стала, я курам отдала. Так что пшеница она у меня не кушает. Вот неделю я её сажала на диету. Я всё хочу, чтобы у неё была охота. Неделю сажала на диету, не давала овёс вообще. Ну ничего, никакой охоты у неё не будет. Я хочу просто напомнить, что 30 декабря у неё в прошлом году была охота, 29 мая она родила. И теперь вот мне сказали люди, что она не раньше загуляет. Мне это очень поздно, конечно. Хотя козла мы до сих пор не нашли. Есть только прошлогодний нубийский. Но это в крайний случай, конечно, будет выручить нас. Будет ещё один нубийский, ещё одна. Может, козлята будут на мясо. Посмотрим. Да, Масюка? Ты наша Масюка. Наша Масюка. Вот это, вон наша Роска. Роза, Роза мой. Роска, поросюночек мой. О, какая она толстая. Шерсть у неё толстая. Ну-ка, покажись Масюку свою. Масюка симпатична у неё. Роза, 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 Роза. Роза, покажись. Ой, какая ты красивая. Вон она тебе, Роска. Ты Роска наша. Вон она, какая Роска. Вот этой Иве я, конечно, им ни за что не дам. Видите, она кудрявая. Я сейчас её вот... Я люблю её снимать вот так снизу, чтобы она на фоне неба была. Смотрите, какая красивая. Вот этой Иве всего два года. Вот такая Ива. Вкусненькая. Вкусненькая тебе. Молодец. Ты добываешь себе сама кушать. Ну ладно, всё. Вот так мой коза гуляет. Сегодня 7 ноября. Ну вообще, я гуляла в прошлом году с Маськой в любой день. Всегда. Ну совсем 40. Нет, конечно, 47. А так вот 25. Около до 30. Хоть немножко. Минут на 20 всё равно мы выходили. На 15. А так каждый день, если вот такая погода, почти целый день на улице. Ну всё. Кому понравилось мы увидимся, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите комментарии, заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока-пока.